привет всем дорогие друзья сегодня будем немножко опять переделывать импульсный блок питания ранее уже был ролик я ремонт небольшой делал то есть емкость высохла и видеокамера отключалась на этом блоке питания вот так как он полностью был отдан мне на всякого рода эксперименты я решил поэкспериментировать к тому же сразу после выхода ролика появились вопросы а можно ли вот этим блоком питания заряжать автомобильные или мотоциклетные аккумуляторы в принципе можно единственное что нужно сделать это выставить необходимое напряжение потому что здесь регулятор принципе есть но обратите внимание так вот стены включаем и максимум что мы можем накрутить то вот максимум 13 7 вольт это мало нам надо от 14 с половиной до 14 8 можно даже до 15 чтобы регулировалась потому что некоторые аккумуляторы требуют зарядки именно 15 вольтами поэтому будем переделывать все что нам нужно вот тут вот резистор есть сейчас покажу эту же дорожку резал экспериментировал понижал напряжение об этом потом будет ролик сейчас не об этом суть в общем вот он резистор видите от подстроечника идет дорожка и сразу на резистор r33 нам его надо поставить меньшим сопротивлением сейчас я его выпаиваю замеряем и будем подбирать в общем отпаяв резистор замерили 2 и 1 килоом значит нам надо поставить 1 или 1 и 1 килоом смд под рукой нету будем колхозить поставим один или полтора килоом и уже будем регулировать смотреть какой диапазон у нас получит так ребят я поставил полтора килоома отрезал термоусадочку так сейчас ее одену припаяю прогреем ее паяльной станции воздухом и будем проверять так ну вот что у нас получилось припаяли запускаем ого 16 вольт максимально 18 1 минимально 12 3 шикарный диапазон у нас получился я вам скажу прям отлично теперь можно подключить цифровой вольт-амперметр все это сложить коробочку и попробовать подкинуть как она аккумулятор посмотреть что у нас получается так ребят я подключил дисплей кстати как его подключать у меня есть отдельный ролик на канале посвященный именно этому вопросу поэтому тут особо вдаваться подробности не буду единственное что скажу подключил на плюс и контрольный провод который меряет напряжение и питание самого дисплея ролик посмотрите потом по подключению поймете конкретно о чем я тут принципе ничего сложного нету итак включаем 14 7 вольт подключим лампочку 12 вольтовую 2 с половиной ампера а теперь пойдем и опробуем на аккумуляторе подключен аккумулятор смотрите ребята подключил на аккумулятор провода у нас показывает 13 3 включаем розетку у нас 3 ампера вот сейчас чуть падает чуть поднимем напряжение надо следить за током принципе он и до 7 ампер тянет этот блок питания но старайтесь больше 5 ампер не превышать то есть аккумулятор хорошо разряженный выставляете ток примерно 4 5 4 7 ампера ждете когда ток упадет потом добавляете напряжение постепенно дабы не перегружать блок питания если хотите запасом то стоит блок питания брать на 8 на 9 ампер на 10 в зависимости от того какой у вас аккумулятор что вы планируете заряжать вот такой зарядный прибор зарядное устройство очень легко переделывается то есть буквально вот резистор поставили заменили и все регулировка имеется все есть даже корпус есть корпус конечно я бы рекомендовал сделать какой-нибудь из пластика потому что тем более если вы будете в гараже тем более там где присутствует сырость его использовать то в принципе это не безопасно каждый сам выбирает но все-таки техники безопасности заботьтесь это в первую очередь ваше здоровье ваша жизнь вот и как видите все легко и просто кто хочет сможет подключить стрелочный амперметр и вольтметр кому как угодно это уже дело вкуса какую коробку устанавливать тоже ваше дело дело вкуса и еще я бы добавил бы на него знаете что кулер сверху бы поставил ну в принципе он едва тепленький такими я уже заряжал зарядными устройствами точнее делал людям люди пользовались даже когда они всю ночь работают они теплые не горячие именно теплые но все-таки кулер не помешал видите сейчас напряжение у нас 14.4 а сила тока 3.2 ставим 14.6 5 ампер и вот опять сила тока падает вот таким образом можно заряжать аккумуляторы если нету под рукой зарядного устройства другого в принципе этот блок питания он стоит дешевле чем зарядное устройство готовое и уж намного лучше будет чем китайские зарядники типа вот такого намного лучше а на этом пока все кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте жать кнопку колокольчик не пропустить свежие ролики я желаю вам успехов чтобы все у вас получалось пишите комментарии что по этому поводу думаете какие еще наработки можно сделать что еще можно усовершенствовать модернизировать будет очень интересно делитесь мнением я желаю вам успехов конечно же скоро увидимся всем пока